Футерованный ткацкий узор. Вот таким вот способом я бы села вязать никогда. Совершенно не подходит для вязания на машине пятого класса. Это имитация тканого полотна. Это очень легко и быстро делается. Выглядит необычно. У него не скручиваются края. Что я вяжу вивингом? Такие прекрасные, замечательные комплекты. Красота! Привет! Добро пожаловать на канал StockWool. Канал о пряже, о трикотаже, о трендах и тенденциях в этих направлениях. И, конечно же, о вязании. С вами сегодня я, Наталья Ахтямова. И у нас будет урок машинного вязания. А говорить мы сегодня будем и тренироваться в такой теме, как футерованный ткацкий узор. По-другому он всем известен как вивинг. Давайте начнем с того, что разберемся, что же такое вивинг. Само слово вив с английского переводится как ткать. Вивинг это, соответственно, ткачество. Но на вязальной машине мы не можем повторить этот процесс в его классическом представлении, как он выполняется на ткацком станке. То есть мы не можем на вязальной машине проложить нить основы и нить утка. Поэтому то, что мы делаем на вязальных машинах и то, что называется вивингом, это имитация тканого полотна. То есть не самого процесса ткачества, а именно полотно получается похожее чем-то на тканое полотно. Вивинг может выполняться на любых однофонтурных вязальных машинах, как с программатором, так и без него. Если машина не имеет программирующего устройства, то тогда вивинг выполняется с ручной докировкой. То есть с ручным отбором игл и дополнительная нить футерная прокладывается вручную. Если мы говорим о вязальных машинах с программирующими устройствами, то есть это машины на перфокартах, это компьютерные машины, этот процесс на этих машинах происходит намного проще, намного быстрее. И основной акцент сегодня в этом видео я буду делать на вивинге, который происходит автоматически, скажем так, на вязальной машине Silver Lead с перфокартой. Для сравнения, для примера я вам покажу сначала вивинг с ручным отбором игл. Ну, пару вариантов, чтобы вы имели представление, если вы не знаете, что это такое, никогда не вязали, либо вообще не вяжете на вязальных машинах, чтобы у вас сложилось представление о том, что же такое вивинг с ручной докировкой. Как образуется вивинговое полотно? Нам для этого необходимы два вида нити. Основная нить, которая заправляется в каретку, да, которой мы вяжем, то есть которая непосредственно провязывается. Эта нить более тонкая. И вторая нить, футерная, которая дополнительная, которая прокладывается, да, которая ткется, она может быть совершенно разной. Она может быть объемной, толстой, она может быть фантазийной какой-то, буклированной. Это не повредит иглы машины, потому что эта нить вторая, она не провязывается, а прокладывается. Итак, мы с вами перешли к вязальной машине, и сейчас будем вязать. В качестве основы я взяла вот такую вот, ну, первую попавшуюся ниточку, вот тут сложила. Здесь примерно метров 600 на 100 грамм. В качестве футерной нити, то есть ту, которую мы будем прокладывать, да, которую мы будем ткать, скажем так. Я взяла артикл Фритц. Кстати, он был у нас недавно в закупке. Классная, просто потрясающая вот такая вот пряжа. Это не все цвета, которые я купила. Если вы еще не участвуете в наших совместных закупках пряжи, пряжи, читайте в описании к этому видео. Там есть правила участия. Переходите по ссылочкам, знакомьтесь и присоединяйтесь к нам. Итак, это артикул Фритц, и мы видим, что это довольно такой объемный воздушный шнурочек R. 200, по-моему, 50 метров на 100 грамм. Да, 250 метров. И, конечно же, такая пряжа, да, мы видим, какой он пушистый, совершенно не подходит для вязания на машине пятого класса. Эту пряжу я покупала под третий класс машины, но мы же сегодня говорим с вами про вивинг, поэтому такая пряжа подходит нам для этого идеально. Итак, для начала я провязала какое-то количество, ну, просто окулирный гладен для удобства. Так, давайте попробуем самый обычный способ. То есть я буду обкручивать, вот как бы прокладывать ниточку вверх-вниз, выдвигая по иголочке. То есть снизу иглы подняла вверх, сверху иглы положила. Снизу иглы, да, сверху. Снизу, сверху. То есть это такой самый простой вивинг. Эту нить дополнительную, которую мы прокладываем, мы в каретку не заправляем. В каретку мы заправили только основную, да, вот эту ниточку, которой провязываем. Ну, вот в данном случае я выбрала для своей машины плотность 9, чтобы это не было слишком туго и плотно. Ой, так провязалась, я бы даже, наверное, десяточку поставила. Теперь идем в обратную сторону. Ну, на мой взгляд, это очень долго. Мне очень сложно сидеть и ковырять вот это вот так долго и нудно обкручивать эти иголочки, когда моя машина, да, позволяет делать это на все намного быстрее и проще. Скажем так, плед 200 на 220, вот таким вот способом я бы села вязать никогда. Полотно получается неэластичное, да, почему оно не тянется в ширину? Потому что мы эту ниточку, ну, по сути, вот просто положили. Да, она имеет немножечко вот этот вот зигзаг, да, вокруг иголочек, но он минимален, и поэтому полотно оно все-таки, ну, оно не будет тянуться, потому что нам нить не дает. Мы провязываем еще ряд. Смотрим, что у нас получается. Получается очень даже симпатично, да, контрастная пряжа дает нам вот такие интересные ромбики какие-то. Ну, идем дальше. Конечно, имея машину с программатором, мне морально сидеть вот это вот делать вручную, конечно, сложновато, потому что, ну, это все делается намного быстрее и проще, и я вам потом это покажу. Но за неимением машины, например, машина третьего класса, не имеет у меня, да, перфокарты, и если я хочу там сделать какой-то узор или как-то украсить изделие, конечно, мне приходится вот примерно так все это вручную ковырять. А что делать? Сейчас я покажу вам еще другой вариант. Я провязала еще кусочек окуленной глади. Смотрите, как красиво, да, то есть можно где-то такую дорожечку проложить. Она очень-очень симпатично получается. А теперь я выдвину в работу каждую восьмую иголочку. Семь иголочек я пропущу. Выдвигаю раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, восьмую выдвигаю в работу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, вот так вот. Три, четыре, пять, шесть, семь. И теперь я вот таким образом обкручиваю иголочки. Сильно не натягиваю. Мне потом вот эта вот свобода в ниточке, она, скажем так, понадобится. Так, ну и чтобы у меня вот здесь вот не болталось, я тоже обкручу. Да, теперь уже проще. Видны эти иглы, не надо считать. Так, я даже плотность поставлю на машине, на каретке десятку. Потому что я тут обкручиваю, будет посвободней. Так. И вот так. И снова я обвиваю. Также глагол вив с английского переводится как плести. То есть вивинг это еще и плетение. Но по сути мы оплетаем иголочки. Давайте еще один рядочек. Так, что мы делаем теперь. То есть вот этот вивинг сейчас будет отличаться от вот этого. Да, абсолютно отличаться. Вот такой вивинг мы по перфокарте сделать не сможем. То есть это вивинг с ручной дакировкой. Я подхватываю нижнюю ниточку и накидываю ее на центральную петельку. Да, между вот этими двумя мы оставляли 7. Нитка пушистая, цепляется. Так. Вот так. Ну и здесь я тоже подхвачу. Куда-нибудь накидываю. Видим, что у нас получается. Провязываю. Теперь подхватываем следующую ниточку. И также, да, навешиваем второй рядок. Провязываем. Так, смотрим. У нас получился вот такой вот рисунок. Такой вариант вивинга, он отличается от того, который мы будем делать сейчас по перфокарте. То есть там именно процесс вот этого образования узора на полотне, он несколько иной. Вот такой вивинг мы можем выполнить именно с ручной дакировкой. И как видите, наша ниточка, да, наш фриц, довольно толстенький такой, объемный и пушистый, он спокойно и легко подходит у нас в качестве дополнительной нити. Если у нас есть какая-то толстая пряжа, которая не подходит по толщине под класс вязальной машины, мы можем проложить ее в качестве футерной нити, тем самым не повредив иглы машины. Также мы можем использовать какую-то декоративную буклированную пряжу, то есть если машина ее не провязывает, мы можем ее также проложить в вивинг. А сейчас будет самое интересное вивинг по перфокарте. Для тех, кто не знаком с вязальными машинами, я покажу, что такое перфокарты. Перфокарты это вот такой пластиковый листочек, скажем так, на котором выбиты дырочки, перфорация сделана. Дырочки выбиты, соответственно, рисунку. Все ли переплетения подходят для вивинга? Все ли перфокарты? Нет. То есть, например, перфокарты, которые подходят для вивинга, они практически все подходят для вязания жаккарта. Ну, не практически, я думаю, все. Но далеко не все перфокарты, которые подходят для вязания жаккарта, подходят для вивинга. То есть здесь нужно смотреть. Вот эти перфокарты, которые я вам показываю в конце видео, я обязательно их сфотографирую и выложу, если кому-то интересно, вы сможете их перерисовать. То есть какие-то перфокарты, они есть в стандартном наборе к машине Silverade. Например, вот эта перфокарта, если я не ошибаюсь, она из стандартного комплекта, который идет вместе с вязальной машиной. А также вивинг автоматический, скажем так, в котором не нужно делать никакую ручную докировку, можно вязать на компьютерных машинах. Итак, начну с этой перфокарты. Выправляю перфокарту в устройство. Что мне нужно сделать? Мне нужно считать, если мы работаем по перфокарте, считать первый ряд. Для этого я вынимаю основную нить из каретки, ставлю каретку на холостой ход и прокатываю ее вдоль программирующего устройства. Достаточно прокатить один раз, чтобы каретка запомнила, считала ряд. Но так как у меня нить находится с этой стороны, поэтому я прокатила два раза. Настройки каретки у меня остаются абсолютно такие же, как я вязала кулирную гладь. Ну, по крайней мере, на моей машине это так. Единственное, что я делаю, я опускаю вивинговые рычаги вниз, то есть щетки. Они опущены. Они нужны для того, чтобы прижимать вот эту ниточку к полотну. И каждый раз, прокатывая каретку, я буду перебрасывать нашу дополнительную ниточку. Я ее буду цеплять за рычаги для футерной нити с той стороны, где находится вязание. То есть зацепила ниточку за рычажок и пошла вязать первый ряд. Нить проложилась по полотну, мы видим, и петельки провязались те, да, вот тут вот вперед вышли, по перфокарте, соответственно, первому ряду нашего переплетения. Я вынимаю нить с рычага, снимаю, да, с того, перекидываю ее на эту сторону, вот так. Повязываю следующий ряд. Так каждый раз я буду вынимать нить с того рычага, снимать и перекидывать ее на рычаг со стороны вязания. То есть рисунок у нас формируется автоматически, согласно перфокарте. На самом деле, все это очень легко и быстро делается. Я решила поменять перфокарту и цвет нити. Для разнообразия. И продолжу показывать вам, что такое автоматический вивинг. Насколько это легко и быстро. Просто можно с закрытыми глазами это делать. Единственное, на что нужно обращать внимание, это краевые петли. То есть, когда вы накидываете ниточку вот сюда, чтобы она у вас не провисала. И чтобы основная нить, она тоже затянулась, чтобы вот здесь, в этом месте, не было провисаний нити. Иначе они зацепятся. То есть пряжа в 250 метров на 100 граммов. Не просто 250 метров классической нити, а это шнурочек Air, да, воздушный, набитый пухом. Этому шнурочку нужен воздух, да, чтобы раскрыться, чтобы этому пуху было место, да, куда выйти. И вивинг, вот смотрите, я вяжу на десяточке, он оставляет вот это свободное воздушное пространство для того, чтобы после ВТО у нас ниточка распушилась, раскрылась. Какие преимущества есть у этого полотна? Ну, первое, оно очень необычно выглядит. Повторить такое спицами, ну, на мой взгляд, невозможно. Я могу ошибаться, может быть, есть мастера, которые, знаете, искусно повторяют машинное вязание, но мне не встречалось вот именно такой вивинг, который делает машина в ручном вязании. И сама я... нет, я не знаю, как это связать на спицах, честно. Если вы знаете, пишите в комментариях, может быть, вы вяжете эти переплетения спицами легко и просто. Итак, полотно выглядит необычно. Оно не просто вязанное, а оно как бы вязано тканное. Пивинговое полотно, оно получается очень плотное. В этом тоже его преимущество. Если в качестве футерной нити мы берем довольно толстую пряжу, то полотно будет, знаете, как бы такое немного стоячее. И это можно использовать при вязании пальто, например, или изделий, которые, ну, должны держать форму. Одним из минусов полотна такого, да, связанного с техникой вивинг, я считаю его неэластичность. То есть полотно не тянется в ширину, потому что нить у нас прокладывается от киоца. Вот как она есть, так она и лежит на ширину полотна. Вообще всю вот эту вот стоячесть, да, и неэластичность вивинга, ее нужно уметь использовать. То есть найти такие изделия, где это не будет являться минусом, а будет являться преимуществом. Но, к примеру, для каких-то кофточек, да, для каких-то свитерочков, там, где нам нужна пластичность, нам нужен комфорт, мы этого добиваемся в трикотаже, конечно, такой вид переплетения не подойдет. Его можно использовать не полностью, вязать полотно целиком, да, весь свитер, а в качестве декора. Но учтите, что в ширину оно не тянется. Для разнообразия я возьму пряжу Клауд, которая тоже недавно была у нас в закупке. Это тоже шнурочек Air, более тонкий, но не менее пушистый. Посмотрите, какая красота! Так как Клауд потоньше, 450 метров в 100 граммах, я сделаю плотность вязания чуть меньше. Я сейчас вязала на десятке, попробую девяточку и попробую восьмерочку. Итак, Клауд я решила вязать на плотности 8. Вы только посмотрите, как шикарно он ложится в полотно. Вот как в бобине, видите, пряжа блестит. Точно так же она блестит в полотне. Потрясающе! Следующий эксперимент. У меня есть вот такая замечательная пряжица от фабрики Игея. Неравномерная ниточка с утолщениями. Давайте посмотрим, как такая фантазийная ниточка ляжет у нас в вивинг. Я думаю, она ляжет прекрасно. Точнее, даже не думаю, я знаю, потому что я очень много вяжу вивингом. Связала довольно большое количество изделий. И поэтому уже как бы по опыту, то есть эту пряжу я не вязала ни разу еще, но по опыту я понимаю, что она подойдет прекрасно. Так, и какую ошибку я еще допустила? Не буду вырезать это из видео. Но новичкам на заметку я застопорила перфокарту и не включила ее, чтобы у меня она прокручивалась. И на протяжении вот скольки, тут 8-6 рядов я провязала, у меня вязался один и тот же ряд. Так что, когда программируете, не забудьте выполнить все действия необходимые. Единственное, конечно, по цвету. У меня основная ниточка белого цвета и крапушки на вот этой пряже, они тоже белые, и рисунок немного теряется. У меня взят довольно такой сложный рисунок. Для сложного узора можно взять нить попроще, да, то есть не такую фантазийную, скажем так, да, с прокрасом, но чтобы нить фона, она была контрастна с футерной нитью, тогда рисунок будет, ну, яркий, четкий. Но здесь нам важно понимать о том, что машина 5 класса на вивинге проглатывает вот такие вот неровности на пряже, вообще в легкую вяжется, то есть без каких-либо усилий. Вот такая колбаса у меня получилась. Посмотрите, какая красота! Мне очень понравилось, как лег Клауд. Особенность пряжи Клауд в том, что вот этот весь пушок, он набит в полиамидный шнурочек, и полиамидный шнурочек, он с таким приятным, благородным блеском, и вот именно вивинг очень хорошо подчеркнул вот этот блеск, то есть красоту этой пряжи. Прекрасно лег фритс, мы видим, что пряжа метражом в 250 метров на 100 граммов прекрасно подходит для машины 5 класса. Самая толстая пряжа, которую я вязала вивингом на машине 5 класса, то есть я использовала ее в качестве дополнительной футерной нити, это была пряжа толщиной 120 метров на 100 грамм. Классическая полушерсть, средние крутки, то есть это не шнурочек был, эйр, да, как мы вязали сегодня с вами. И да, полотно получалось плотное, полотно получалось такое довольно немного стоячее, да, потому что нить толстая, но я тоже ее использовала в своих изделиях. Еще одно преимущество вивинга, которое я вам не подчеркнула, посмотрите, у него не скручиваются края, немного подкручиваются, но этот образец у меня еще не постиран, не отпарен, и после отпаривания здесь будет красивый ровный край. Конечно, край требует какой-то дополнительной обработки, мы видим, что он не очень ровный, скажем так, но то, что он не закручивается, это, согласитесь, большой плюс. С изнаночной стороны у нас полотно лицевое, а здесь лицевая гладь. Вот так очень эстетично и аккуратно выглядит полотно с изнанки, то есть если вы вяжете какое-то изделие, на изнаночной его стороне все будет очень прилично, никаких протяжек здесь нет. Можно использовать, например, на изнанку какую-то мягкую хлопковую пряжу, которая будет приятна к телу, чтобы ничего не кололось. И если мы хотим какое-то теплое изделие, то сюда мы можем использовать абсолютно любую шерсть, даже самую какую-то суровую, колючую, теплую, мохнатую, какие-то махеры мы можем использовать, которые мы бы не надели к телу, они бы нам кололись, а вивинге, пожалуйста, мы можем прокладывать их по лицевой стороне, а на изнанку подобрать что-то очень нежное и приятное. Это тоже еще одно преимущество вивинга, что полотно у нас получается двухслойное. Что я вяжу вивингом? То есть какое применение я нашла этому прекрасному способу вязания? Вяжу я замечательные комплекты аксессуаров. Позвольте продемонстрировать. Такая штука на бальтик завязывается. Вот такие прекрасные, замечательные комплекты. Снуды и шапочки. Зимние, теплые, очень-очень теплые. Шапка двойная, как вы обратили внимание, снуд тоже двойной. я вяжу вивингом. Ну вот, собственно, и все, что я хотела рассказать вам про вивинг. Если вам понравилось видео, если оно было для вас полезно и интересно, ставьте лайк. Мне будет очень приятно. подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Оставайтесь с нами, здесь очень много интересного. Вяжите, вдохновляйтесь, пробуйте новое. С вами была Наталья Ахтянова. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok